Молодые бизоны уже несколько недель в пути. Несмотря на усилия сопровождающих их сотрудников Плестоценного парка, остановки приходится делать чаще. На большей части пути по России Установилась сухая и жаркая погода. Трижды в сутки телятам дают свежую воду. Алюминиевые тазики Пополняют до тех пор, пока животные не напьются. С каждым годом все меньше скептиков отрицает Изменение климата. В Северной Америке, Скандинавии и России становится теплее. Статистика неумолима. В 21 веке климат на Крайнем Севере стремительно меняется. В ежегодном докладе Росгидромета за 2022 год Ученые отметили, что в России скорость потепления в 2,5-3 раза опережает среднюю по планете. Всемирная метеорологическая организация подтверждает, похожие процессы идут по всей Арктике. В начале мая 32 бизона в возрасте от 1 до 1,5 лет были специально отобраны в датском питомнике для отправки в Россию. Из Дании они поехали сначала в Венгрию, где у них был карантин. Затем проехали Словакию, Польшу и Беларусь. На всем пути следования животные постоянно находились под присмотром экологов. Проблема глобального потепления занимает лучшие умы не одно десятилетие. В докладе межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата отмечается «Динамика среднегодовых температур последних десятилетий подтверждает общую тенденцию к потеплению. Если ситуация коренным образом не изменится, последствия кардинально поменяют природу Арктики». Попав в Россию, бизоны проделали путь от границы с Белоруссией до Новосибирска. Здесь их разделили на три группы. Одна отправилась дальше на восток, в Якутию, в Плестоценовый парк. Вторая – на юго-восток, в Алтайский заповедник. Третья – на северо-запад, на Ямал, в природный парк Ингелор. Последних крайний север встретил нехарактерно жаркой погодой. Влажная тундра преет, сырой воздух создает эффект бани. Сильнее всего изменения климата угрожают вечной арктической мерзлоте, которая из-за потепления рискует перестать быть вечной. Экологи бьют тревогу. Таяние мерзлоты, на которой расположено более половины территории нашей страны, может сделать изменения климата абсолютно необратимыми. Ведь мерзлота – это гигантский природный резервуар органического углерода. Когда она тает, углерод начинает высвобождаться в атмосферу, ещё больше усиливая парниковый эффект и нагревая планету. Наиболее сложный участок пути бизонов – последние километры до парка Энгелор. Здесь заканчивается дорога и начинается ямальское бездорожье. Первых, наверное, самых больших берём одного полуторлетку и трёх самых здоровых. Чтобы пройти лесотундру, арендовали спецтехнику. С помощью манипулятора экологи перемещают деревянные боксы с телятами на гусеничный вездеход. Получается, всё. Асфальт они в своей жизни больше не увидят. Сейчас осталось 38 километров по тундре. Смотрим, как будет цвет. Аккуратнее снять. Копыта, чтобы не прилетела. Мы этих взяли, они такие более-менее спокойные. Сейчас на них будем репетировать. Бизонов перегрузили. Сейчас ещё стройматериал загрузим. И дальше будем думать, как их сгружать. С стройматериал будем колотить какой-то трап, который будет спускаться. А потом по этому же трапов с звуков будем загонять. Ну вот, посмотрим, как пойдёт. Но пока всё вроде благополучно. Экологи плейстоценного парка уже более 30 лет проводят эксперимент. Расселяют животных в якутской тундре. В древности, при схожих температурных условиях, на обширных территориях севера обитали мамонты, шерстистые носороги, большероги олени, пещерные львы и другие вымершие животные. Это говорит о том, что, несмотря на оледенение, экология тундры была более продуктивной, чем сейчас. Плейстоценовый парк раскинулся в Пойна-Колымы на площади 20 квадратных километров. С помощью учёных здесь успешно прижились 9 видов крупных травоядных животных – северных оленей, якутских лошадей, лосей, степных бизонов, верблюдов, овцебыков, калмыцких коров, оренбургских коз, эдельбаевских овец. Сегодня у всех них важная задача – воздействовать на экосистему и способствовать замещению низкопродуктивных мхов и кустарников высокопродуктивными травяными сообществами. Гусеничный вездеход неспеша прошёл ухабистый путь через тундурах, бурные горные ручьи, извилистые тропы в лесах и, наконец, вышел в долину у подножья Полярного Урала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, вдали от цивилизации, бизоны присоединятся к другим животным и станут новыми обитателями крупнейшего в мире питомника овцебыков – ингелор. В целом, выпуск прошёл очень удачно. То есть мы трав сколотили быстро, он выдержал, и бизоны вышли буквально за минуту. Часто бывает, что когда мы к себе на север возим, у нас они, не знаю, часа по три не хотят выходить, и там стучишь, гонишь, чего только не делаешь. Вот куда-то они уже у вас, по-моему, на родину почесали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Экологи Блистоценного парка уверены, помочь возродить процветающую тундра степь на Крайнем Севере сегодня вполне способны современные крупные травоядные, которые, вытаптывая снег, снижают его теплоизолирующие свойства, позволяя сильнее промерзать почвам и сохраняя вечную мерзлоту. Трава же хорошо отражает солнечный свет и поддерживает более низкие температуры поверхности земли. Она потребляет больше углекислого газа и воды, что поможет осушить болотистую тундру. В сухих условиях при доступе кислорода органика не образует метан, который имеет в 30 раз больший парниковый эффект, чем СО2. Как вы считаете, сколько потребуется времени вот этим молодым бычкам для того, чтобы здесь освоиться? Ну, я думаю, что такой самый узкий момент – это первый год. То есть самый-самый узкий момент – это первые 30 дней обычно. Критически видится, что для животных все будет хорошо, что они приспособились, чтобы их комары не доедали. Потом первый год. Нужно, конечно, первую зиму их подкармливать, за ними следить. Ну, а дальше уже, на самом деле, со второго года уже вероятность того, что там кто-то погибнет, уже будет очень низкая. И года через два можно ожидать. Если будет хорошее условие, то года через два можно ждать первое потомство. Может, через три, самый крайний. То, что делает природный парк «Ингелор» здесь, это очень совпадает с тем, что мы делаем в лесеном парке. То есть здесь то же самое. Есть крупные травоядные, есть огородная территория. Они их зимой иногда подкармливают, и животные, соответственно, ходят. По сути, и вот в этом месте, конечно, действительно уже формируется падочная экосистема. Вот мы с вами ходим, здесь триминируют травы и злаки. И это то же самое, что делаем мы. И, соответственно, руководство Ямала, конечно, заинтересовано в том, чтобы эту работу продолжать. И именно с точки зрения проводить исследования. У нас же лесеновый парк – это проект, который… Ну, это научный проект. Потому что у нас задача не просто привезти животных, но именно изучить, как эти животные, как эти экосистемы влияют и на климат, и на природу местности. И я думаю, что уже, может, и на следующий год мы сюда сможем привезти каких-то еще животных. Потому что идут разговоры, что хотят зубров, я говорю, что попробую еще верблюдов. То есть мы к себе в Якутии верблюдов завозили, очень хорошо прижились, хоть это и заполярье. Из крупных животных в парке Ингелор обитают овцебыки, яки и лошади. Периодически в долину приходят кочевые северные олени и даже бурые медведи. А теперь к обитателям присоединились и эти бизоны. Правда, пока они не адаптируются и не окрепнут, их территория будет ограничена вольером под открытым небом с периметром 19 километров. В обмен плестоценовый парк получил 14 телят овцебыков. Этот сложный логистический проект стал возможным благодаря поддержке фонда Андрея Мельниченко. Фонда Андрея Мельниченко Работа по созданию парков – это очень сложное и дорогое мероприятие. Мы тратим огромные ресурсы на поддержание нашего парка в Якутии. Перевозка животных, например, это всегда очень дорого. В этом году у нас достаточно радостное событие, потому что у нас появился достаточно крупный партнер – фонд Андрея Мельниченко, который как раз в большей части этой экспедиции, приобретение всех бизонов и транспорт весь сумели покрыть. И мы с ними планируем тоже работать в будущем. И я думаю, что в рамках нашего проекта в Якутии, уже начиная с следующего года, мы как раз начнем работать по расширению территории. Вы знаете, во время лекции в Лабетанге вы сказали очень интересную вещь, и она мне запомнилась. Вы сказали, что, на ваш взгляд, по вашему мнению, последние мамонты на земле вымерли не из-за охотника, не от копья, а от голода. Да, потому что общая система. В чем концепция пресс-сенопарка? Основная самая простая. Вот если раньше на большей части нашей планеты доминировали пазмачные экосистемы. Еще 15 тысяч лет назад лесов было в 10 раз меньше, чем сейчас. Потому что везде были слоны, мамонты, антилопы, бизоны по всей планете. И, соответственно, это была очень мощная пазмачная экосистема. То есть у нас она называлась мамонтова сетей, в других местах там африканская саванна. И большинство этих экосистем исчезли по причине того, что человек снизил численность животных, и конкурентоспособность этой экосистемы без животных оказалась ниже, и они проиграли конкуренцию кустам, лишайникам, деревьям, и заместились в другими низкопродуктивными экосистемами. По мнению ученых, реализация смелого проекта не только позволит снизить выбросы парниковых газов и предотвратить необратимые изменения климата, но и окажет значительный положительный эффект на жизнь и благополучие населения Арктики. Насколько эти прогнозы реальны, оценить сложно. Проект существует всего три десятка лет, а этого недостаточно для коренного изменения экосистемы. Кроме того, сегодня он охватывает лишь небольшую территорию Крайнего Севера. Но масштаб и долгий горизонт планирования ученых не пугают, ведь им уже, кажется, удалось главное – получить доказательства того, что человечество может возродить продуктивную экосистему, которую оно разрушило много тысяч лет назад. Крайнего Севера 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 Крайнего Севера